Мы уже давно перешагнули экватор самой работы. Самые тяжелые работы это были первые дни, первый месяц, это когда пробивали дороги, когда делали тропы, когда отводили воду и расчищали территорию для того, чтобы могли проехать техника, могли проехать машины, которые будут заворачивать сваи. Эта работа была завершена, потом мы приступили к другой тяжелой работе, это заворачивание сваи, если видите, практически у нас вся набережная, я даже не могу уже сказать, какое количество их, но их очень многое количество сваи. Мы знаем, что у нас здесь не будет ни бетонных дорог, ни асфальтированных дорог. Для того, чтобы не портить экологию, не портить флору, не нарушать все горизонты грунта, здесь просто будут заворачивания сваи, сверху мы навариваем металл, и сверху это будет и лиственница, доска, ну, примерно будет то же самое, немножко измененное, как на первой очереди нашей набережной, там, где сделан у нас пляж. Мы с вами сейчас вышли от белого колодца. Мы видим, что к белому колодцу, помните, что раньше можно было спуститься только по лестнице, и люди брали в канистры, в фляги и шли за водой по крутой лестнице. Лестницу мы ее сегодня переделываем, она уже практически готова. Она будет так же крутая, мы ничего не сделаем, потому что рельеф мы его не трогаем, но она уже будет намного удобнее, она не будет скользкая, она будет и из дерева, и уходить будет намного легче. Также мы сегодня делаем и подъездную дорогу, к которой можно будет подъехать к самому белому колодцу. Это практически справа, это хорошие основания бетонные, на бетон мы укладываем камень, и надеемся, что в течение двух недель эта дорога будет завершена. Там сегодня готовность уже примерно на 60%. Вот мы сейчас с вами практически стоим в плотины, мы начали с вами от белого колодца, видим сколько сегодня рабочих, ведутся сварочные работы, дерево, оно сегодня тоже заготовлено, но с деревом мы приступим чуть позже, потому что сегодня идут еще земляные работы, и мы саму доску можем испачкать. Потом тяжело будет ее отмывать, но практически это уже будет финиш, где будет наложена доска. Сегодня также ведутся работы, вы видите, что практически мы протягиваем здесь кабели для освещения, здесь квант прокладывает интернет, то есть у нас по всей этой набережной еще будет и интернет, куда смогут люди подключаться. Ну, надеемся, что все работы будут завершены или до конца сентября, или до середины октября. Самое главное, что все работы, которые здесь есть, которые остаются, они уже не связаны с погодными условиями. Будь то дождь, будь то мороз, будь то снег, это уже никак не повлияет, потому что с земли, как говорят строители, мы уже вышли, и каких-то опасений, что мы до середины октября не сдадим этот объект, практически нет. Так что мы с вами обязательно в октябре еще раз сюда придем, и обязательно это нужно будет сделать в вечернее время, когда это все будет освещено, когда будет работать подсветка, и увидим этот объект. Я надеюсь, что жителям это очень понравится, и когда начиналась стройка, было, как всегда, это уже, как правило, начинается у жителей негатив, особенно у тех жителей, чьи территории прилегают к стройке, кому затрудняется подъезд к их домам. Но поверьте, что сегодня уже тоже экватор, мы недовольствие прошли, и сегодня люди, понимаешь, уже идут к завершению, и они уже видят, что будет. Во-первых, к этим домам сегодня теперь будет круглогодичный доступ. Вот она дорога, которая есть, она бетонная, она будет камнем, и люди смогут доехать. Во-первых, люди с огорода сразу попадают не на ту набережную, которая была. Помните, здесь была крапива и был борщевик. И даже если с огорода речка не просматривалась, потому что тут все было заросшее, и пройти невозможно было. То сегодня люди попадают на прекрасную набережную, где смогут гулять, где смогут купаться, где смогут отдыхать. По отставанию мы, наверное, если брать точнее, дети где-то будем отставать, ну, наверное, 3-4 недели, то есть месяц. И мы знаем, насколько жестко и справедливо в то же время это все контролирует наш губернатор Андрей Юрьевич. Потому что мы отчеты практически по каждой стройке, по каждой школе, по дороге, по детским садам, мы каждому министерству чуть ли не два раза на неделю даем отчеты. А дальше это выносится к губернатору. И губернатор видит, что где-то есть отставание, то он начинает чуть ли не в ручном режиме разбираться в этом, почему отставание и так далее. Мы тоже это хорошо понимаем, что такое сроки. Потому что это неприятно, в первую очередь, для жителей, неудобство. Ну и растягивать их тоже не имеем права. Хочу сказать, что за это время, за последний месяц, сейчас увеличилось в пределах еще 40 человек. И сейчас мы еще ждем бригады, которые готовые, но мы, наверное, не готовые, сейчас их немножко сдерживаем. Это бригады, которые будут работать с деревом. Сегодня мы видим только те бригады, которые работают с железом и с электрикой. Ну и в ближайшее время у нас появятся те, кто уже будет заниматься чисто носилом и с деревом. Так что люди увеличились и сегодня готовы еще приехать, но мы еще не готовы их принять. Чуть-чуть-чуть и совсем по-другому все будет. Сырога, ты когда вот эти вот... Мазюкаешь? Ну, такие. Ну вот эти. Ну, ну, ну. Не жалей краски, потому что... polintsure... Ну, ну... Удивità... Удаю, valeю... Я бы я был... Я бы прокомменал topsession... Ну, 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 которую я пооб презентации имам,